На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Проект, аналогов которому нет в Беларуси. В Гомеле по субботам ученики 4-6 классов играют в баскетбол. Заявки на участие в чемпионате школьной и баскетбольной лиги подали более 50 учреждений образования города. Турнир долгосрочный. Финал участия в котором примут сильнейшие команды в апреле состоится на главной баскетбольной площадке Гомеля. Создатель лиги областная федерация баскетбола при активной поддержке управления спорта и туризма и главного управления образования обл. исполкома. Цель проста привлечь детей к занятиям спортом в общем и баскетболу в частности. Ну и конечно же селекция. Тренеры детско-юношеских спортивных школ следят за соревнованиями. Нам хотелось бы отсмотреть перспективных детей не только для баскетбола на самом деле, для всех игровых видов спорта. Это привлечь их, скажем так, затянуть в секции спортивные. И вообще в принципе потихонечку приучать их к спортивной жизни. Школьные учителя физкультуры в турнире также видят много плюсов. Воспитание командного духа, азарт и здоровая спортивная конкуренция. К тому же теперь уроки физкультуры для юных баскетболистов одни из самых любимых. Побросать мяч в кольцо дети часто приходят и в свободное от занятий время. Дети учатся командной игре, работать вместе, собрать команду. Изначально согласие дали в основном девчонки, потом присоединились мальчишки. Хорошо, что этот чемпионат проводится совместно. То есть мальчики и девочки играют под общим счетом в одной общей команде. Излишне мотивировать школьников не нужно. Они живут этими соревнованиями. Готовятся к играм не меньше, чем профессиональные спортсмены. Мы начали заниматься этой осенью, на чемпионат города хотели участвовать на нем. И мы стараемся как можно больше заниматься баскетболом по субботам, после уроков. Школьная баскетбольная лига – турнир долгосрочный. В этом главная задумка организаторов. Дети постоянно находятся в атмосфере соревнований. Игры проводятся каждую субботу на протяжении нескольких месяцев. В каждой команде 12 участников, 6 мальчиков и 6 девочек. Сначала регулярный этап, на котором командеры сделены на подгруппы. И потом плей-офф в каждом районе города. Завершится все большим финалом в апреле на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Это тоже хорошая мотивация – сыграть на главной баскетбольной площадке города перед полными трибунами. По планам организаторов, второй сезон школьной баскетбольной лиги будет еще более масштабным и продлится весь учебный год. В высшей лиге хоккейного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. Оба представителя нашего региона праздновали победы. Гомель-2 дважды на домашнем льду был сильнее второй команды хоккейного клуба «Лида». В первый день «Рыси» учинили сопернику настоящий разгром – 10-0. Во втором матче «Виктория» получилась более скромной – 3-1. «Металлург-2» также дважды праздновал победы, однако очки Столивары потеряли. В первом поединке против «Могилева-2» дело дошло до овертайма. На следующий день Столивары выиграли в основное время. В турнирной таблице «Металлург-2» располагается на пятом месте, «Гомель-2» – на втором. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры подогнал «Симон»!